Всем привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг» и в этом видео мы обсудим надёжность и поломки Kia Rio X-Line. Много ли косяков наберётся? Давайте прямо сейчас узнаем! Встречаем! А вы согласитесь, что хэтчбеки – это умирающий класс автомобилей? Действительно, пятидверные «Rio», «Solaris» и «Accent» продавались меньшим тиражом, чем «Седаны». То же самое и, можно сказать, про «Рено Сандеро». «Логан» продавался намного лучше. И тогда маркетологи превратили хэтчбеки в кроссоверы. Так и появился «Rio X-Line». Этот хэтчбек, которому в бампера вживили серебристые вставки типа «Металлическая защита». Весь периметр кузова защитили некрашенным пластиком. Любопытно, что с 2017 года до февраля 2019 «Rio X-Line» продавался с неувеличенным дорожным просветом. По днищам у него было всего 170 мм. У любого конкурента типа «Стандеро», «Степвэй» и «Лада» X-Ray было побольше. Так вот, с 2019 года дорожный просвет у «Rio X-Line» вырос до 190 мм за счет новых удлиненных пружин. В общем, «Rio» хэтчбек превратился в кроссовер по стандартному рецепту. То есть, он получил внедорожную внешность и увеличенный дорожный просвет. И это положительно сказалось на продажах. И поклонники «Rio» выбирают «X-Line» даже несмотря на то, что багажник у него на 100 литров меньше, чем у седана. У седана, к слову, 390 литров. Ну, а моторы и переднеприводная трансмиссия точно такие же, как у седана. Итак, давайте сейчас поговорим о том, какие эксплуатационные неприятности появляются на этих машинах. Все-таки они производятся с 2017 года и о многих проблемах уже хорошо известно. Кузовной металл у этого Kia Rio добротно защищен от коррозии и хорошо качественно покрашен. Но, как всегда, бывает «но». Оно заключается в том, что охотно панель крыши рыжеет из-за пробитой краски. Кстати, между лобовым стеклом и крышей можно поставить резиновый уплотнитель с Т-образным профилем. И очень хорошо сюда подойдет уплотнитель от «Газели». Вот вам номер. Замечено, что у этих автомобилей, окрашенных в белый цвет, точки коррозии могут проступать из-под краски. То есть технология окрашивания этих автомобилей в белый цвет была нарушена. Но дилеры исправляли этот косяк по гарантии. То есть, например, могли перекрасить капот за счет производителя. Еще бывает так, что бампер протирает краску на крыльях в месте чересчур плотного контакта пластика с металлом. И краска здесь отваливается небольшими фрагментами. И, кстати, вот этот косяк тоже устраняли по гарантии. И иногда владельцы отмечают протирание краски на дверных ручках до пластика. Нередко позади передних брызговиков, за локерами, то есть за передними крыльями набивается грязь. Естественно, все зависит от чистоты дорог. Но туда набивается грязь, грязь потом пропитывается влагой. И бывают случаи, что в мороз в зимний период вот это все замерзает и продавливает крыло. Поэтому лучше снимать брызговики, отщелкивать локеры и прочищать эти кармашки, чтобы такого не случилось. У этих машин иногда запотевают фары. И с этой проблемой можно бороться с силикагелем. Один или несколько пакетиков в зависимости от размера можно поместить за ревизионной крышкой в корпусе фары. Говорят, что силикагель даже выпускается в фирменных пакетиках с логотипами Hyundai и Kia. Рестайлинговые Kia Re в комплектации Style оснащались светодиодными дхо. Так вот, очень часто в последнее время эти дхо очень не радуют тем, что перегорают. То есть дневные световые огни. То есть либо один из лучей дхо перестает светить сразу, либо желтеет, а потом и вовсе вырубается. Собственно, свечение дхо, а именно их светодиодов, трубок, которые распространяют свет, обеспечивают группы светодиодов, которые находятся в торце трубочек. В данном случае блок с распаянными на нем светодиодами располагается сзади сверху в корпусе фар. Правда, сегодня специализированные мастерские предлагают ремонт с заменой выгоревших светодиодов. Но для этого надо вскрывать корпус фары, чтобы получить доступ к этим светодиодам. Примерно на пятый год эксплуатации изнашиваются ограничители дверей. То есть они перестают фиксировать дверь в открытых положениях. Новые ограничители стоят примерно 20-25 долларов. Ну а теперь добро пожаловать в салон! Интерьер у Kia Rio X-Line вполне качественный и не выглядит уныло. Кстати, если на правой спице нет кнопок для управления круиз-контролем, то этот недостаток можно решить. Нужно просто купить пульт с кнопками до 70 долларов, а на китайских маркетплейсах до 40 долларов и установить вместо пульта без кнопок. Все инструкции есть в интернете. По сути, надо снять рулевую подушку безопасности, а дальше все гораздо проще. Новый пульт подключается к штатным проводам и сразу работает. Оплетка обода баранки служит порядка 150 тысяч километров, хотя иногда ее меняли по гарантии из-за протирания. Еще бывают случаи помутнения или стирания серебра на накладке на нижней спице рулевого колеса. Ее тоже можно поменять отдельно. О пробеге далеко за 200 тысяч километров говорит протирание боковины водительского кресла. На небольшом количестве Kia Rio приходилось менять вентилятор печки из-за появления скрипа при его работе. И, кстати, бывают случаи еще, когда водительская дверь не открывается изнутри. А причина банальная – обрывается трос от ручки до замка. Такой трос стоит 15 долларов и меняется примерно за час. У этих машин иногда случается затопление кнопки открывания двери багажника. Вода попадает в эту кнопку, если наручной мойке струя попадает ровно в нее. Это вредит. То есть вода вредит электронной плате, там появляется коррозия и кнопка начинает самопроизвольно срабатывать, либо же вообще не работать. Ее лучше сразу заменить на новую улучшенную. У нее электронная плата залита компаундом, влага ей уже не страшна. Оригинальную кнопку по цене порядка 65 долларов трудно найти в продаже, но хорошие заменители тоже подойдут. Они в серии X-Line есть еще неприятные с гайками, которые крепят спойлер. Дело в том, что проблема эта начинается с того, что владельцы слышат дребезг за обшивкой багажника и реже они замечают люфт самого спойлера. Так вот, гайки просто откручиваются и спойлер начинает вот так вот гулять, а гайки находятся вот здесь. Доступ к ним открывается после снятия заглушек. В верхней части крышки багажника изнутри. Сам спойлер крепится пятью гайками М6 с фланцем. Советуем не просто проверять наличие этих гаек, а установить их на резьбовой герметик, потому что они довольно-таки легко откручиваются. Эта машина продавалась с двигателями 1.4 и 1.6. Младший 1.4 из семейства «Капа» пользовался не таким спросом, как 1.6. У него цепной привод ГРМ, фазовращатели на обоих распредвалах, а также впускной коллектор с изменяемой геометрией, распределенный впрыск и, кстати, форсунки для орошения поршней маслом тоже присутствуют. И, кстати, есть гидрокомпенсаторы в приводе клапанов. С надежностью у этого двигателя полный порядок, однако эксплуатация его на 92-м бензине может привести к разрушению нейтрализатора отработавших газов. Его керамическая пыль залетит в цилиндры и вызовет задиры. Большинство Kia Rio были проданы с двигателем объемом 1.6 семейства «Гамма-2». Этот двигатель выпускается с 2010 года и хорошо себя зарекомендовал. У него тоже цепной привод ГРМ по фазовращателю на каждом распредвале. И в отличие от мотора 1.4 гидрокомпенсаторов нет и маслофорсунок тоже нет. Как показывает практика, эти моторы выхаживают более 500 тысяч километров. Таксисты не дадут соврать. Всё, что может угрожать их здоровью, это разрушение нейтрализатора из-за некачественного топлива и плохое обслуживание. Если менять масло хотя бы каждые 10 тысяч километров, то двигатель G4FG будет служить долго. С трансмиссиями у Rio X-Line тоже всё хорошо. Шестиступенчатая МКПП пройдёт и 500 тысяч километров, если раз в 80 тысяч менять трансмиссионную жидкость. А также не забывать про то, что сальник первичного вала может иногда давать течь. Его тоже надо менять. И, кстати, в очень редких случаях наблюдается износ заднего подшипника первичного вала, о чём говорит гул и даже треск во время ускорения самой трансмиссии. Автоматическая трансмиссия Rio X-Line тоже надёжная и запросто пройдёт 400 тысяч километров. Имеет обозначение A6GF1. Для поддержания её в хорошем состоянии надо менять частично трансмиссионную жидкость раз в 50 тысяч километров. АТФ используется SP4, на частичную замену уходит примерно 4 литра данной жидкости. Фильтр не меняется, потому что добраться до него можно только после вскрытия корпуса трансмиссии. И, кстати, данную красотку предоставила нам наша подписчица. Татьяна, привет! Если вы хотите дать нам машину на обзор, то пишите нам на почту, которая указана в описании к этому ролику. И, кстати, не забывайте, что помимо отличных БУ запчастей, в «АвтоСтронг» есть абсолютно новые запчасти и технические жидкости. А ещё у нас есть подразделение «МотоСтронг». Мы сами привозим отличные мотоциклы из Европы, продаём мотоциклы с минимальными пробегами и с полным пакетом документов. Нужен мотоцикл в «МотоСтронг». Ссылочки тоже в описании к этому ролику. Ну что, мы на СТО и продолжаем. Шасси у Kia Rio X-Line надёжное, добротное и хлопот не вызывает. Рейка здесь с электроусилителем и тоже практически бесхлопотная. Но иногда рейка начинает постукивать. И это происходит при изменении направления вращения руля в положениях близким крайним. В этом случае осмотрите затяжку хомутов пыльников рулевых тяг. Из-за неплотной посадки эти хомуты и пыльники, надетые на рейку могут скользить и постукивать. У Kia Rio X-Line, а также у седана Rio, а также у родственников Accent Solaris наблюдается вздутие тормозных шлангов возле фитингов. Как правило, возле верхних фитингов, то есть рядом с креплением шланга к опоре на кузове. Вздутие – это образование так называемой грыжи, которая указывает на разрушение армирующих нитей в шланге. Обычно такая неприятность появлялась на машинах 2017-2020 годов выпуска с пробегом от 20 000 до 50 000. Разумеется, дилеры меняли тормозные шланги по гарантии. Новый оригинальный шланг стоит 40 долларов, заменителей предостаточно по цене от 10 долларов. Передние ступичные подшипники можно назвать не очень долговечными. Иногда их приходилось менять при пробеге в 120 000 километров. Ступичные подшипники для этого автомобиля стоят по 35 долларов. Стойка стабилизатора оригинальная стоит 40 баксов, но выхаживает 60 000 километров. Заменители в среднем стоят раза в четыре дешевле. Шаровая опора меняется отдельно и стоит 15 долларов. Сайлентблоки задней и передней у передних стоит 6 долларов. Ступицы задних колёс служат долго, примерно 300 000 километров, но стоят по оригиналу по 160 долларов за штуку. Сайлентблоки задней торсионной балки можно купить от 10 до 35 долларов, но дело в том, что они спросом не пользуются, потому что выхаживают 400 000 километров. Вот такой вот небольшой обзор у нас получился про этот автомобиль. На самом деле машинка симпатичная, надежная и недорогая в обслуживании. Просто обслуживайте её правильно, то есть меняйте масло каждые 10 000 километров. Ещё пользуйтесь рекомендацией по обслуживанию трансмиссии, и она будет вам служить долго верой и правдой. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие вот обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 000 километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда был, есть и будет компания «АвтоСтронг».